Яркие насыщенные дни и чтобы детям было весело и интересно. Главный девиз лагеря расположенного на базе видновской школы номер 9. Здесь в основном отдыхают ребята из начальной школы, поэтому развлекательные и познавательные мероприятия организованы с учетом возрастной категории. Лагерь наш работает с 8 до 18.00. В 8 часов мы встречаем деток. Они приходят на площадку. У них самое первое – это утренняя зарядка. Затем после зарядки поднимается завтрак, прогулки, мероприятия. Каждый день распланировано у нас. В смене два отряда по 30 человек. Для детей обустроены комфортные классы для занятий и отдыха. Побывали в летнем оздоровительном лагере и пообщались с ребятами депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Мы сегодня посмотрели несколько направлений. Прежде всего, это, конечно же, безопасность, чтобы детки были защищены от любых невзгод. Ну и потом посмотрели и хозблок, посмотрели там, где готовят для детишек. Ну и, конечно же, вместе с ребятами провели время на улице, порисовали чебурашек. Далее народные избранники отправились в видновскую школу номер 10, где уже 8 лет функционирует летний лагерь «Десяточка». В этом году, кроме лагеря «Десяточка», в котором находится 180 детей и у нас 5 отрядов лагеря «Десяточка», в этом году мы еще выиграли грант на умные каникулы. Мы единственная школа в районе, которая имеет этот грант, и наши дети получают занятия по пяти направлениям. Культурное, интеллектуальное, патриотическое, спортивное. Дети с удовольствием приходят на занятия и получают занятия по расписанию. Депутаты побывали на спортивных, творческих и психологических занятиях. Посмотрели, как ребята активно участвуют в патриотических играх. Действительно, очень хорошо организовано для детей досуг. Вот в «Десятой школе» мы видели несколько мероприятий, связанных с сборкой и разборкой оружия. Это сейчас очень актуально и интересно. И я смотрю, дети даже в очередь становятся для того, чтобы пройти данное обучение. Плюс мы увидели музыкальные номера, которые здесь тоже ставят с педагогами, и дети активно участвуют в этой истории, поют песни. Депутаты Игорь Коршаков и Василий Осокин особенно отметили качество питания и режим дня детей. В процессе посещения двух лагерей, при «Девятой школе» и при «Десятой школе» можно отметить, что, в принципе, мы посмотрели и цеха по приготовлению пищи, и нам рассказали о меню, составлении меню. В принципе, они соответствуют сегодня всем санпинам. Дети находятся здесь практически с 8 часов утра и до 16 или до 18 вечера. У них в режим входит трижды питание – это завтрак, обед и полдник. То есть полностью соответствует всем требованиям, какие необходимы для детского возраста. Первая летняя лагерная смена продлится до 9 июля. Стоит отметить, что в «Десятой школе» также предусмотрена и вторая. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.